Ну, я думаю, визит министра иностранных дел Франции в Армению имеет две причины. Первая причина — это, прежде всего, в регионе возрастает риск войны, поскольку Азербайджан откровенно затягивает подписание мирного договора с Арменией, постоянно предъявляя Армению новые и новые требования. Причина заключается в том, что инициатива по урегулированию армяно-азербайджанских отношений может вновь перейти в руки России, поскольку, как мы видим, активность со стороны Москвы, особенно в плане выполнения требований 9-го пункта договора от 9 ноября. Ну, очевидно, что в прошлом году ни США, ни Европа не смогли повлиять на Олева, посадить его за стол переговоров. Они не предлагали особых усилий, пока Россия была пассивна и с каждым днём теряла своё влияние в Армении. Но, я думаю, всё поменялось. После визита президента России Путина в Баку у Европы возникает страх потерять инициативу в регионе. Этот визит имеет и внутриполитическую цель. Я имею в виду визит министра иностранных дел Франции. Но, поскольку вы знаете, что в Армении начался сбор подписей за членство Евросоюз, следует таким образом пошрять людей к участию, углубляя антироссийские процессы в стране. Но мы хорошо знаем, что в Евросоюзе нас никто не ждёт, конечно. И этот сбор подписей всего лишь информационный, такой пропагандистский шар. В США заняты выборами, и им нет времени на Армению. Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии не хотят расстраивать Альева. У Германии внутри политические проблемы, и канцлер Шольц занят вопросами Украины. Поэтому проблемами Армении занимается Франция, которая не имеет никаких проблем испортить отношения с Альевы. И может выступить более жестокой риторикой и оппозицией. В Европе поставили задачу, как можно скорее подписать документ между Арменией и Азербайджаном, и тем самым стать голубем мира в регионе. Но я думаю, очевидно, что этот запечатанный документ должен иметь международного железного гаранта. Особенно если не будут согласованные мелкие и важные вопросы в этом документе. Для Армении и для Азербайджана. Заявления об оказании военной помощи Армении являются сигналом для Азербайджана о том, что Франция не будет приветствовать вступление Азербайджана на суверенную территорию Армении. Однако это не следует понимать, как означающее, что Европа будет не терпеть, если Азербайджан нападет на Армению. Если дело дойдет до военного конфликта, как всегда, все просто с сожалением осудят и все. Просто в Европе роль злого полицейского против Азербайджана отведена Франции. Я не думаю, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном все-таки будет подписан до ноября, потому что Азербайджан не хочет мира. И даже если какой-то документ будет подписан, то этот документ и мир в основе этого документа не продлится долго, к сожалению. Возможность прийти и увидеть вот эту замечательную античную статую, от которой, конечно, сохранились только голова и рука, эта возможность для Армении совершенно неоценима. Знаете, вот если сравнивать по значимости, то я бы сказал, что это близко к тому, как бы вот греческие артефакты из британского музея появились бы в Греции, и греки имели бы возможность у себя вот как бы на месте их увидеть. То есть возможность неоценима. И мне почему-то кажется, что вслед за богиней Анаид вот эти греческие артефакты тоже смогут попасть в Грецию. А это огромный плюс и для британского музея, и для нас, и вообще для всех людей. Это увеличивает значимость появления вот фрагментов статуи в Армении. Это увеличивает как бы вот их притягательность. И да, это очень позитивный, очень хороший жест. И я могу поздравить директора музея истории и бывшего директора музея Эребуни за правильно, умно, разумно и профессионально проведенные переговоры, в результате чего это случилось. Пора бы нам уже привыкнуть к тому, что из Азербайджана, из официальных источников Азербайджана изливается желчь по всякому поводу. Ну, это один из поводов, один из всяких поводов. Естественно, желчь должна была быть. Я бы удивился, если бы ее не было. Это, ну, вот норма нашей сегодняшней жизни. Окей, они изливают желчь. Ну, да. По поводу звонков Блинкена ясно, что США просто не хотят, так сказать, отпустить те развития, которые в последние дни или недели происходят на Кавказе, вокруг Кавказа. Ну, как минимум, не упустить из внимания. Ну, кроме того, госсекретарь Блинкен сам лично занимается армяно-азербайджанским вопросом. Мы это видели неоднократно. И то, что он в этот момент тоже лично поговорили с Пашиняном и Алиевым, показывает, что внимание по поводу этого вопроса у него не снизилось. И несмотря на то, что в Вашингтоне все заняты, так сказать, предвыборными баталиями. Что касается разницы между содержанием по поводу звонков, то, конечно, каждая сторона опубликует то, что для него интересно, то, что для него считается приоритетным. В этом смысле американская сторона, конечно, опубликует только то, что готова содействовать мирному процессу. Ну, а азербайджанцы, как Вы уже сказали, в своих пресс-релизах обязательно упоминают те условия, которые Баку выдвигает в этом процессе. Это не значит, что США заигрывают с Азербайджаном за счет Армении. Я думаю, США просто пытаются контролировать, так сказать, ситуацию, не допустить эскалации, потому что в этот период для американской администрации эскалация на Кавказе не нужна. По нескольким причинам. И американцы, я думаю, пытаются просто контролировать эту ситуацию. Особенно, по-моему, что может быть по поводу развития на Кавказе несколько иная точка зрения у британцев. Об этом свидетельствует то, что главный разведчик Британии Ричард Мур, который мы знаем, что очень одиозная фигура вообще-то, который мы знаем, что в очень тесных связях издавна из Анкары, из Баку, посетил Баку на днях. И я думаю, американцев несколько беспокоит позиция Британии и некоторые подходы Британии по поводу ситуации в Южном Кавказе. Как уже сказал, для американцев сейчас эскалация на Кавказе не нужна, по крайней мере, до выборов, до ноября. И звонки Блинкена, я считаю, что обусловлены этим.